Энергоэффективность одно из приоритетных требований власти к концерну городские теплосети. Что делается в этом направлении, коммунальщики продемонстрировали на примере одной из своих котельных. Эта котельная обслуживает Бородинский и Осипенковский микрорайоны. Здесь впервые в городе были установлены теплоутилизаторы на пяти котлах. Это оборудование позволяет получать дополнительное тепло из уходящих газов, а значит экономить немалые суммы. Более полутора миллионов кубов газа, метров кубических газа мы сэкономили. Это за сколько? Ну это где-то около 5-7 лет. Всего же по городу таких теплоутилизаторов установлено 26. Стоимость каждого от 500 до 800 тысяч гривен. Окупается оборудование примерно за полтора года. Далее чистая экономия, причем счет идет на миллионы. 26 у нас установлено теплоутилизаторов на сегодняшний день. И только лишь за последний год мы получили экономию 2,5 миллиона кубов газа. На очереди приобретение когенерационной установки. Она будет вырабатывать электроэнергию для предприятия, попутно утилизируя тепло. А это и экономия, и независимость от поставщика электроэнергии. Цена вопроса 5 миллионов евро. Кредит предоставляет ЕБРР. Мы уходим от решения вопроса реализации избыточной электроэнергии. А так, которая будет производиться на этой когенерационной станции, будет потребляться непосредственно самим предприятием и этой котельной. Также ожидается замена труб на более современные, что снизит потери тепла от 3 до 5%. Кроме того, планируется внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, а также установка приборов общедомового учета. Результаты экономии потребители должны ощутить на себе. Наша основная задача на сегодня – это максимально попытаться удержать рост тарифов. Поэтому мы как раз и проводим все эти мероприятия для того, чтобы оптимизировав затраты, как можно больше, ну скажем так, если не сдерживать, то оптимизировать и рост тарифов на услуги теплоснабжения. Впрочем, снижение тарифов потребителям ожидать не следует.